Спросим у Евгения Минчинга, политолога-президента холдинга Минчинга Консалтинг. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете позицию Москвы и пойдет ли Кремль на то, чтобы выделить Лукашенко новый кредит? Ну, я думаю, выделят. Если это продолжается уже так долго, то, собственно, ничто не предвещает, чтобы политика Москвы в отношении Минска как-то принципиально изменилась. Что получит Кремль в обмен? А вот это хороший вопрос. Я не знаю. То есть пока, в общем-то, никаких обязательств от Лукашенко получено не было, ни по поводу более углубленной интеграции. Точнее, эти обязательства много раз получались, но ничего не происходило. Ну, фиксация статус-кво. Сохраняется российская военная база. Построена белорусская АЭС. Продолжается сотрудничество в сфере нефти и газа. Есть экономическая кооперация. Ну, это замечательно. Но это мало. А более глубокой интеграции, я думаю, не будет. Ну, в том числе, потому что Лукашенко не в состоянии ее не обеспечить сегодня, учитывая проблемы с поддержкой внутри белорусского общества. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, он и не хочет. Вот интересно, конечно, что российские средства массовой информации вообще пропустили то, что происходило на Всебелорусском собрании. Там, правда, камеры официальных каналов. Почему же мы освещали и Всебелорусское собрание в том числе? Я хочу сказать, что вы выступление Конопадской освещали? Вот вам не могу сказать подробности этого материала, но мы, конечно, на это... И мне сейчас в ухо редактор подсказывает, что да, мы показывали. Ну, а как вы могли показать выступление Конопадской, если нет видео? Ну, окей, не суть. То есть, какая история, что бывший кандидат в президенты, Конопадская, которая очень плотно работает с администрацией президента Белоруссии, ну, это такой очень удобный, контролируемый оппозиционер, вышла и сказала, что вот Россия пыталась у нас устроить переворот, Россия дестабилизировала у нас ситуацию, надо создать комиссию, оценить ущерб и потребовать от России компенсации в несколько миллиардов долларов. На что Лукашенко ей сказал, а что же вы не видите еще и западное влияние? Ну, то есть, по сути дела, Лукашенко вернулся к той версии, которую он озвучивал летом прошлого года, что якобы Россия занимается расшатыванием ситуации в Белоруссии, якобы Россия там готовила оранжевый переворот, при этом никаких доказательств не было, ну, собственно, кроме ареста нескольких десятков российских граждан, перед которыми потом как-то так якобы извинились, ну, опять же, официальных изменений никто не видел, их отпустили. Ну, собственно, и вся история. И теперь вот эта вот версия, что оказывается Россия дестабилизировала ситуацию в Белоруссии, она становится официальной. И российская сторона никак на это не реагирует. Ну, то есть, просто этих слов как бы нет. Ну, и на самом деле, Лукашенко продолжает курс на строительство белорусского национального государства, на белорусизацию, на отстраивание от России. И, в общем-то, возникает вопрос, где границы терпения Москвы, есть ли они или нет. Вот я тоже не могу этого понять. Есть Александр Григорьевич Лукашенко, который перед выборами, да, после задержания этих самых 30 человек в одном из пансионатов, которых связывали с ЧВК Вагнера, говорили, что на территорию республики Беларусь они заброшены для того, чтобы устраивать там некие акции, срывать выборы. И после этого как будто бы ничего и не было. Лукашенко сказал, просто откатил назад. Владимир Путин, кажется, это принял. Ну, и вот теперь вы тоже упоминаете, что Лукашенко обещает провести какие-то политические перемены, говорит об этом с Путиным, но ничего реально не происходит. Как на всем этом фоне Владимир Путин должен беседовать со своим белорусским партнером? Ну, я думаю, что Путин обладает большим объемом информации, чем мы с вами. Возможно, мы чего-то не знаем. Но, на мой взгляд, Россия же спасла Лукашенко осенью прошлого года. Ну, давайте говорить откровенно. Россия спасла Лукашенко. И я думаю, что именно в тот момент необходимо было все фиксировать. Публичные извинения в адрес России. Ну, и, так сказать, весь остальной комплекс обещаний надо было его фиксировать публично. Возможно, подписывать какие-то документы, меморандумы и так далее. Но хотя бы каким-то образом это закреплять. Потому что вот эти вот устные, закулисные обещания, они не стоят ровным счетом ничего. Но, да, Россия оказалась в патовой ситуации с Белоруссией. Потому что, да, Лукашенко – это проблемный партнер, с другой стороны. Но а с кем там разговаривать? Альтернативных сил, альтернативных игроков нет. Белорусская оппозиция воспринимается... И получается, что мы, российский народ, вынуждены Александру Григорьевичу помогать еще и деньгами, и миллиардные кредиты ему предоставлять. А получит ли Москва что-то взамен? Ну, может быть, МАЗ, Гродно-Азот – часть этих предприятий? Или же вот на таком уровне, по вашему мнению, дискуссия не ведется? Ну, а смысл вот в получении этих предприятий, если Лукашенко обладает там силовым ресурсом? Ну, пожалуйста, был Белгазпромбанк, который Россия получила, где были российские акционеры. Там руководство все зачистили. И Бабарико сидит в тюрьме? Ну, Бабарико ушел к тому моменту. Бабарико на момент захвата Белгазпромбанка не был его руководителем. Он ушел с этой позиции, чтобы заниматься политикой. Ну, факт, тут есть российские компании, Газпромбанк, которые там имеют актив, у них взяли его просто забрали. Вот, поэтому... И после этого говорить, ну, давайте, хорошо, в обмен на политическую поддержку, на кредиты, давайте мы заберем какие-то активы на территории Белоруссии. А что стоят эти активы? Насколько они защищены? У нас вот это безумная была идея скупать в очевидно ухудшающемся политическом климате Украины там различные активы. Облгазы покупали, металлургические предприятия, банки закачивали туда огромные деньги. Ну и где это все? То есть это помимо того еще, что кредиты, которые Януковичу в свое время давали, уже нам сказали, что, ребята, никогда вы их не получите, у Януковича заберите, он у вас там где-то живет. Ну и огромные активы потерял российский бизнес, кто-то там просто продать ничего не может, это стоит ноль, точнее нет, это стоит минус, потому что ты продать не можешь, зарабатывать на этом не можешь, а при этом еще тратишь на поддержание какой-то этой инфраструктуры и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вкладываться финансово, экономически, брать какие-то активы там, где ты не уверен в устойчивости. Да, ну у нас просто патовая ситуация получается. Мы вынуждены предоставлять кредиты, то полтора, то три миллиарда, режиму, который терпит, ну, как мне кажется, некий крах, по крайней мере, с экономической точки зрения. Евгений, прежде чем мы попрощаемся, я хочу показать вам один фрагмент из нашего эфира. Тем не менее, даже выступление Конопадской, мягко говоря, не самого опасного спикера, сначала выключили из официальной трансляции на полусловие, позже оно все равно появилось в интернете, а потом и вовсе прервали ее выступление. Сегодняшнее мероприятие смело можно назвать летом победителей. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплощенней, организованной. Вас было больше, вам было что терять, и вы победили. Альтернативы не было. Утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, которое было организовано внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники сегодня выбрали второе. Прошу сход рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии, изменить меру пресечения гражданам, находящимся сегодня под следствием, за участие в событиях гражданского противостояния лета-осени 2020 года, на несвязанное содержание под стражей. В выборах будут участвовать широкая гражданская... Анна Анатольевна, да, регламент, пожалуйста. Я в политической жизни Беларуси с 1995 года. И все это время я в оппозиции к действующей власти. Я была депутатом белорусского парламента, и для меня не впервой то, что действительно обрубаются микрофоны или появляются какие-то помехи. Евгения, ну вот вы говорили то, что мы не показывали в нашем эфире выступление Конопадской, а я вынужден ваши слова опровергнуть. Это эфир от 17 февраля. Программа моей коллеги Марии Борзуновой, она не только привела выступление Конопадской, которое было на Всебелорусском собрании, но и позже побеседовала с ней по скайпу. Я думаю, что каждому нужно отвечать за свои слова. Есть нюансы как раз об иске к России на несколько миллиардов долларов компенсации за якобы организованные протесты. А это именно тот сюжет, который, на мой взгляд, недостаточно был освещен российскими средствами массовой информации. Тем не менее, я никоим образом не имею претензий к телеканалу «Дождь». Евгений, ну вы не смотрите телевизор, смотрите «Дождь». Здесь все-таки, мне кажется, правды побольше. Благодарю вас за этот эфир, за ваше мнение о завтрашней встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Она должна состояться в городе-курорте Сочи. У нас был на связи Евгений Минчинга, политтехнолог, президент холдинга Минчинга Консалтинг. Я хочу напомнить, что мы вещаем не только на нашей странице TVRain.ru, но и, например, в Ютьюбе. Там нас смотрят сейчас практически 17 тысяч человек и чуть больше 3,5 тысяч лайков. Давайте сделаем так, чтобы их было больше. Нажимайте на большие пальцы вверх, кликайте на колокольчик. А сейчас короткая реклама, после этого вернемся в студию. Продолжение следует...